В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры, колледж искусств, 24 июня открылась книжно-иллюстративная выставка «Канты эпохи Петра I». Канты – это многоголосные песни духовного и светского содержания. Они появились в Польше в XVI-XVII веках и быстро распространились в восточнославянских странах. Тематика канта в разных слоях населения была разной. Канты бытовали любовные, шуточные, псалмы покаянные, назидательные. Канты на праздники. До Петровской эпохи все государственные праздники в России сопровождались церковным песнопением. Петр I решительно отменил эту традицию и ввел в практику торжественные патриотические, панигерические, застольные и реватные канты. Патриотические канты пел хор или вокальный ансамбль без сопровождения или с участием духовых инструментов. К удовольствию императора пение нелегко сопровождалось церелищем, звоном колоколов, пушечной пальбой и фейерверками. Тексты ввел ватных кантов, как правило, наносили обобщенный торжественный характер. Канты отражают важные вехи жизни Петра I и крупные исторические события, связанные с его именем. Типичный ватный кант «Радуйся, роско, земле, ликуй, веселися», написанный на заключении нештатского мира. Патриотические, прислана на российской земле, веселися. Застольный «Здравствуй, тот, кто пьет». В нашей выставке представлены канты по времен Петра Великого и начальной пары Петербурга, сборник Рождества и Святки. Также можно увидеть книгу «Русские канты от Петра Великого до Елизаветы Петровны» с богатым содержанием самых разнообразных кантов, инвестированные старинными гравюрами. Выставку завершает произведение исследований искусствоведами русской москальной культуры XVIII века и русских кантов Петровской эпохи.